На минувших выходных мирное течение жизни лунинца прервал визит лесной гости. Рядом с подворьями в одном из районов города блуждала лиса. Как правило, дикие животные стараются не приближаться к людям и жилью. Исключительное бесстрашие и чаще всего проявление опасной болезни – бешенство. Бешенство во всем мире не теряет своей актуальности и остается неразрешенной проблемой. И Республика Беларусь не является исключением. Это обусловлено постоянно и длительно поддерживающиеся эпизоотии природного типа. Это означает, что среди популяций диких животных постоянно поддерживается определенный уровень заболеваемости бешенством. Неизбежно домашние животные могут вовлечься в этот процесс и представлять угрозу для человека. На территории Брестского района за первое полугодие 2018 года лабораторно подтверждено два случая бешенства среди диких лис. От контакта с дикими лисами пострадало три человека. Благодаря своевременной вакцинации заболевание бешенства среди этих людей удалось предотвратить. К слову, после проверки в Лунинце оказалась тревога ложная, но специалисты настоятельно рекомендуют не приближаться к диким животным, какими бы милыми те ни казались, и не гладить уличных незнакомых кошек и собак. Для передачи вируса необязателен даже укус. Достаточно попадания, к примеру, слюны больного животного на рану. Если, несмотря на все меры предосторожности, избежать контакта не удалось, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. До проявления клинических симптомов атаку вируса можно остановить. Необходимо сразу после укуса животного, который либо подозрительно набешеный, либо какой-то просто незнакомый человеку, сразу обратиться либо в травмопункт, либо в детскую поликлинику, если это касается ребенка. Симптомов особо никаких сначала нет, просто болезнь начинает развиваться, инкубационный период составляет от 30 до 90 дней. Сразу после обращения, после обработки раны начинается схема антирабических прививок и проводится сразу лечение. Важный момент. Если у вас есть домашний питомец, то регулярные прививки против бешенства должны быть для вас процедурой хорошо знакомой. Домашние животные, даже если постоянно находятся, к примеру, на приусадебном участке, все равно подвержены риску заражения. А значит, подвергают риску и хозяев. Прививку можно сделать в любой ветеринарной клинике, но обязательно не реже одного раза в год. Только тогда это будет иметь эффект.